Друзья, добрый вечер! Здравствуйте! В эфире программа «Добрый вечер, Гомель» на телеканале «Беларусь-4». Уж сколько сказано про осень, а она по-прежнему продолжает радовать нас и удивлять. Ну, не зря же она, а чей очарование? А еще говорят, что осень пахнет домашним уютом и шарлоткой. Ты знаешь, можно сколько угодно рассуждать о романтическом настроении осени, о шарлотке, о богатых урожаях с грядок. Но, тем не менее, осень была и есть самым настоящим активным временем года. И сейчас я объясню, почему. И с этим действительно не поспоришь, потому что именно осенью весь культурный мир начинает просыпаться. Сентябрь – время новых сезонов. Именно об этом мы предлагаем поговорить этим добрым вечером. Сегодня мы узнаем, какие сюрпризы подготовили театры и концертные залы. И все для того, чтобы нам с вами долгими осенними вечерами не было скучно. Осень – время новых сезонов. Именно так мы обозначим тему сегодняшнего эфира. После летних каникул за активную работу взялись практически все учреждения культуры и готовятся к своим новым сезонам. Мы спешим представить сегодняшнего гостя в нашей программе. Дмитрий Абрамович Горелик, директор Гомельского государственного театра «Кукол». Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Дмитрий Абрамович, новый сезон начинается и в театре «Кукол». С какими мыслями вы к нему подошли? Несмотря на то, что сезон только начинается, мысли о том, как он пройдет и как он завершится в первую очередь. Конечно, хочется сделать все, что задумано, все, что запланировано, все, что мы мечтаем сделать. Я, может быть, чуть ниже скажу какие-то детали этих планов. Ну, а сейчас самое главное у нас – это встретить наших зрителей. А наши зрители – это, скажем так, первые зрители, которые приходят к нам в театр. То есть маленькие ребята, придут они в театр «Кукол», значит, потом они пойдут и в драматический театр, потом они пойдут в оперный театр и так далее, и так далее. И вот первая встреча ребенка с искусством, с искусством театра, она как раз происходит в нашем, в театре «Кукол». Ну, современные дети – это такой ненасытный зритель, они сегодня многое видят, больше, наверное, чем раньше. И скажите, сегодня вы можете им что предложить? Какой ребенок, чего он хочет увидеть? Это все те же добрые сказки? Те же добрые сказки, да, на которых воспитывалось не одно поколение ребят. Я и себя отношу к этой категории, да и наши родители воспитывались на сказках. Надо сказать, что ребята сегодня стали немножко другими, они прагматичнее, но это такое время. И сегодня надо изыскивать какие-то возможности, чтобы удивлять их чем-то. То есть сегодня каждый двух-трех годовалый ребенок умеет отлично управлять современными гаджетами, как то планшет или телефон. Не все взрослые могут так ориентироваться в этих новшествах. А дети... И, конечно, надо что-то пытаться даже в старые добрые сказки вводить какие-то эффекты, какие-то элементы, соответствующие сегодняшнему уровню техники, соответствующие технологиям современным. И к тому же очень не хочется скатываться до примеров западных. Я имею в виду вот эти вот мультфильмы, которые сегодня заполонили и телевидение, и кинотеатры. Есть интересные, есть хорошие, но в большинстве своем они не дают того, чего дают сказки народные. Ну, вы знаете, мне кажется, сегодняшний зритель, наш юный зритель, дети, которые приходят в ваш театр, они находят там несколько другое. Это действительно атмосфера каких-то добрых русских сказок, может быть, в современных интерпретациях. Есть же там и современные технологии, есть там попкорн, там есть шарики, там есть атмосфера, и само расположение театра обязывает к этому. Мне кажется, что вы со своей задачей справляетесь. То есть вы и не перенасыщаете какими-то суперсовременными вещами, и в то же время дети с удовольствием к вам приходят. Вы знаете, мы стараемся, чтобы ребятам было у нас интересно. И кроме, скажем, воспитательной функции театра, мы стараемся привносить какой-то развлекательный элемент. Конечно, если бы позволяли возможности, мы бы использовали достижения современной техники. Сегодня ведь во многих спектаклях, во многих театрах используются видеопроекции, используются 3D-проекции, лазерные какие-то проекции. Сегодня, знаете, я вспоминаю, как когда-то говорил Сергей Владимирович Образцов, патриарх театра Куков, когда ему задали вопрос, Сергей Владимирович, а какой театр будет в 21 веке? Вы знаете, в 21 веке театра не будет. Но вот дожили мы до 21 века и прекрасно видим. Но я считаю, что театр хоронить еще, скажем, рано, потому что он несет свою нагрузку. Мы ведь очень избирательно подходим к разной возрастной категории зрителей. У нас только детская аудитория, мы 4 группы выделяем. То есть это дети маленькие, от годика, скажем, до трех. Таким детям мы показываем совсем какие-то непродолжительные представления. Теремок, да, по-моему? Теремок. Теремок, вот у нас для таких деток есть веселые медвежата, то есть спектакль, где нету какой-то явно выраженной интриги, там ненапряженный сюжет. Да, скажем так, после того, как ребенку мама, бабушка поют колыбельные песенки или он смотрит книжки с картинками, он приходит к нам в театр и там эти картинки оживают. Дмитрий Абрамович, ну вот все воспринимают театр кукол, это как сугубо детское и юношеское учреждение. Но вы один из немногих театров кукол, которые ждут и на вечерние спектакли взрослых зрителей. Еще раз хочу обратиться к классикам нашего жанра. Когда-то то же самое говорили, была такая педагог Ленора Густавовна Шпет в театре образцов. И она сказала, театр кукол это не манная каша и не соска. Это жанр театрального искусства. И мы, безусловно, 90% нашего времени мы посвящаем детям, детской аудитории. Но у нас полно спектаклей и для взрослых, и для молодежи. И так называемые спектакли сейчас называются для семейного просмотра. Те спектакли, которые интересны и детям, и взрослым. Конечно, не будут их смотреть совсем маленькие дети. Я просто, если позволите, приведу пример такой. У нас в этом году была премьера спектакля «Когда я стану облаком». Это очень серьезный спектакль, очень интересный. По сказке Януша Корчика «Король-мать уж первый». Спектакль идет вообще без слов. И он интересен как детям, так и взрослым. Ну, скажем, детям лет от 12 до 14. Это вот такой возраст, который уже могут делать выводы какие-то из того, что они видят. Вы знаете, я с племянницей ходила 7 раз на Кошкин дом. И получила огромное удовольствие сама. Ну, насколько нравится именно ваша постановка «Кошкин дом» детям, говорить не приходится. А есть ли вот в репертуаре Кукольного театра лично у вас какая-то любимая постановка? И почему? Любимая постановка у меня та, которая будет. Но из тех спектаклей, которые идут сегодня в репертуаре, я очень люблю именно классические произведения, именно спектакли по классическим пьесам. То есть это «Маршак», это «Теремок», это тот же «Кошкин дом». Это очень люблю спектакль по пьесе венгерского сказочника Дюла Урбана «Приключения пингвинят». Он для детей. Знаете, есть много сегодня режиссеров, которые ставят спектакли, несмотря на то, что они их позиционируют как спектакли для детей, они ставят их для себя. То есть он поставил, он должен смотреть, он должен показывать. Но если еще поставить, чтобы нравился детям, мне кажется, это особая ответственность. Безусловно. Но вот поэтому я больше всего люблю спектакли, на самом деле, кукольные, то есть спектакли ширмовые. Когда происходит вот это чудо, оживление неживого материала. Ну, все-таки сегодня, вот в данный вечер, мы говорим о начале нового сезона. И я думаю, что сейчас самое время подвести какие-то итоги, с каким багажом вы подошли к новому сезону. То есть какие-то основные веки, которыми запомнился сезон прошедший. Ну, если говорить о прошедшем сезоне, у нас он был очень активный, очень много было поездок и гастрольных, и фестивальных. Я скажу, что прошедший сезон принес нам два очень престижных приза. Приза – это гран-при международного фестиваля, который проводился в Казахстане, в городе Актабе. И это приз за лучший спектакль-диплом. И город Цыктывкар, Коми АССР, мы получили диплом, номинацию «Лучший актерский ансамбль». Это два таких самых высоких. У нас поздравляем, да. Спасибо. У нас были гастроли, у нас было очень много фестивалей. Вот уже в этом календарном году у нас было несколько фестивалей, в том числе очень интересный фестиваль был в Тамбове. Называется «Фестиваль предания старины глубокой». Мы возили туда белорусскую сказку Артура Вольского, «Кабнизмау Калжаворонок». Был фестиваль интересный в городе Набережная Челны. Был фестиваль в Минске, республиканский, международный белорусский фестиваль театров кукол, где мы показывали наш спектакль. Вот тут «Фабль» – это спектакль для взрослых, для молодежи, басня. Были мы этим летом во Львове. Во Львов мы возили спектакль по повести Бориса Вахтина, одна абсолютно счастливая деревня. Там хоть и военная тематика где-то показана, но в основном это спектакль любви. Но был поставлен же он ко дню победы. Ну, ко дню победы, да. Его поставили в апреле, значит, к майским как раз праздникам. И вы знаете, вот очень интересно, что Львов, Западная Украина, белорусский театр привез спектакль на русском языке. И сказать, что было какое-то недопонимание, какое-то не такое восприятие, как мы ожидали, я не скажу этого. Замечательно приняли спектакль, замечательно его смотрели, и очень теплые отзывы были и театральные критики, и зрители. Но смотрели, наверное, же дети. Нет, это спектакль для взрослых. Вы знаете, кроме спектакля, театральная публика до сих пор вспоминает представление, которое вы подготовили к вашему профессиональному празднику актеров театра «Кукол». Я предлагаю посмотреть сейчас этот сюжет, вспомнить, как это было, потому что на самом деле яркое представление. А после продолжим наш разговор. Гомельский театр «Кукол» был создан полвека назад. Сегодня же это один из лучших театральных коллективов страны. Труппа из 26 актеров дает более 400 спектаклей в год. К профессиональному празднику здесь всегда готовят особое действо. Например, «Капустник» – развлекательно-пародинную программу. В этом году театр «Кукол» решил совместить традиции, инновации и презентовал шоу под названием «Нью обычный концерт». Мы выставили такое действие, где намешанные и вокальные, и танцевальные, и цирковые, есть магии и фокусы. Есть неожиданные сюрпризы, такой режим онлайн бытовой. Онлайн-режим или интерактивность в постоянном взаимодействии со зрителем. Совместные беседы, танцы, фокусы и даже ужин. Актеры поделились рецептом фирменного блюда. «Шкварк-мак» – это типичный славянский набор закуски из сала и соленого огурца. Действительно, мы активно общаемся с залом. Поскольку у нас праздник, мы как бы должны свой праздник работать, чтобы никто не работал. Вот мы отдыхаем, дурачиваемся на сцене, привлекая к себе зрителя. Но главные герои, конечно же, куклы. Хорошим завершением постановки стало напоминание. Любви все возрасты покорны. Кстати, на подготовку премьеры понадобилось всего три сценические репетиции. Поэтому, можно сказать, это был спектакль «Импровизация». Костюм очень помогает, а кукла «Плюс» еще очень сильно помогает нам работать, потому что мы отталкиваемся от наших кукол. Но необычно, потому что «Капустник» – это впервые. И мы его почти не репетировали. Сейчас театр готовит премьеры, которые обязательно зритель увидит в новом сезоне. А кроме этого ждет в гости коллег по театральному цеху из других городов и стран. В вашем театре всегда аншлаг. Билеты проданы. И я знаю, что постановок более 180 было за все это время, которые успели посмотреть, по-моему, более 4 миллионов зрителей. Ну, на мой взгляд, это обязывает к очень многому. Вот как вы с такой ответственностью каждый день утром справляетесь? До вечера справляемся. Стараемся, во всяком случае. Для нас ведь это тоже счастье, когда у нас полные залы, когда происходит вот это чудо общения артистов со зрителями. Да и мы, мне кажется, что в театре не могут работать равнодушные люди на любой из должностей. Будь то бутафор, будь то руководитель театра, директор, художественный руководитель. Люди больные этим жанром, больные театром. Поэтому мы счастливы, если можем доставлять зрителю удовольствие, если можем чему-то научить наших зрителей. С сентября стартовала еще одна акция «Театр школьникам». Не совсем «Театр школьникам», а называется «Театр первоклассников». Все первоклассники города Гомеля побудут у нас в театре. Во-первых, очень многие ребята знакомятся впервые с театром. Многие не были, будучи дошколятами, в театре. И, пользуясь случаем, я хотел сказать, что с 12 по 17 сентября у нас будут проходить обменные гастроли Брянского театра для детей и молодежи. Вот там объединились сейчас театр «Виного зрителя» и театр «Кукол». Они приезжают к нам, а вы едете к нам? Они приезжают к нам, наша труппа едет в Брянск. И вот Брянский театр приводит к нам очень интересный спектакль, который называется «Принцесса Крапинка». И как раз первоклассники будут первыми зрителями на гастролях Брянского театра. Кстати, а гомельчану что брянским зрителям предложат? Мы везем туда спектакль по пьесе гомельского драматурга Василия Ткачева «Не все зайцы-кролики». Они попросили этот спектакль. Видно, наслышанно. Он участвовал во многих фестивалях и брал престижный диплом. Очень я уже говорил об этом. Новый сезон стартовал. Чем будете удивлять, радовать, баловать своего зрителя? Да, важный самый вопрос сегодняшнего эфира. У нас премьера была, две премьеры было спектакля. Это, вот я уже говорил, спектакль «Когда я стану облаком» по Янушу Корчику. У нас по сказке белорусского автора Алены Мальчевской поставили спектакль. Вот в июне была у нас премьера. Называется он «Шаша с левого чаровика». У нас он идет и в русском варианте, и в белорусском. Но вот сейчас пока будем в русском, потому что второй состав, тот, который играет на белорусском, он еще там требуется. Доработка, репетировать надо. И буквально в октябре мы ожидаем еще одну премьеру. Это будет спектакль по сказке Вильгельма Буша «Плих и плюх» в переводе Даниила Хармса. Ну и, естественно, мы уже начинаем подготовку, активно готовимся к Новому году, к новогодним мероприятиям. Там будут еще две премьеры. А на какую из них вы посоветуете сходить нам с Александром? Вам с Александром я советую ходить на все спектакли. Спасибо. Ну, собственно говоря, мы стараемся не пропускать премьеры в театре «Кукол». Дмитрий Абрамович, приглашайте всех. Приглашаю всех. Приходите к нам, пожалуйста. К каждому найдется занятие по душе. Я имею в виду, каждый выберет свой спектакль. Некоторые зрители наши ходят по несколько раз на спектакль, те, которые им нравятся. Дорогие друзья, театр «Кукол» – это, наверное, мое, наверное, самое любимое место. Представляете, там за каждой дверью тайна. Куклы там оживают, волшебные механизмы приходят в движение. Ну, это просто настоящая сказка. Вообще там творится настоящее волшебство. Сегодня у нас в гостях был Дмитрий Абрамович. Спасибо вам большое. Удачи в новом сезоне. С началом нового сезона. Спасибо. Ну и сообщайте все театральные новости у нас в студии. Доброго вечера. Спасибо. Спасибо. Уж сколько фраз сказано насчет того, с чего же начинается театр? Ну, мы уверены, что у нашего следующего гостя есть свой вариант ответа. Друзья, этим вечером к нам в гости заглянул художественный руководитель Гомельского областного драматического театра Сергей Логутенко. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Рады видеть вас в нашей студии. Александр. С чего же, на ваш взгляд, начинается театр? Все начинается с любви. Твердят, вначале было слово, а я провозглашаю снова. Все начинается с любви. Я думаю, лучше Роберта Рождественского никто не сказал. Все хорошее начинается именно с любви. Я думаю, театр начинается именно с любви. Не прав был Станиславский насчет вешалки. Ну, у Станиславского было свое видение. И потом этот вопрос задается по-разному. Допустим, у зрителя театр начинается, может быть, и с вешалки, у кого-то с буфета, у кого-то с афиши. Сергей, а можно ли тогда предположить, что в новом сезоне, в репертуаре нашего театра, будет много-много постановок о любви? Такое красивое у вас начало было. Ну, сразу-таки вот схода о новом сезоне. Я думаю, что все хорошие драматургии, а мы стремимся ставить хорошую драматургию, она написана о любви. Ведь драматург, который садится писать пьесу, он высказывает какие-то свои чувства. И, наверное, там существует и любовь, и ревность, и ненависть. Ну, множество чувств, но все равно в конце побеждает любовь. И я надеюсь, что вот премьера этого сезона, которая состоится, мы, суеверные люди, постучу. Постучите. Так, 9 октября, я надеюсь, что все у нас получится. Это спектакль по пьесе Михаила Себастьяна «Безымянная звезда», который ставит известный и в Гомеле, и уже в Белоруссии наш земляк, Павел Южаков Харланчук или Харланчук Южаков. Ну, для нас он Харланчук прежде всего, а потом Южаков. Воспитание гомельской сцены. Да, да, он начинал в Гомеле, начинал в этом известном детском коллективе «Синтез», потом в нашем театре очень много ярких образов он создал. Теперь он ставит у нас вот уже второй спектакль «Альпийская баллада». До этого был очень хороший спектакль, посвященный 70-летию Победы. Сейчас это история любви. Он много очень рассказывал про эту пьесу. Мы все привыкли видеть фильм, который снял замечательный телевизионный фильм «Махил Казаков». Но если узнать об истории написания этой пьесы, она звучит совершенно по-другому. Я думаю, в начале, в прологе к этому, вот, уже мы разговариваем, идут уже такой, уже пик репетиций. Я думаю, зритель тоже познакомится с историей создания этой пьесы. Там действительно очень интересная, очень сложная история. И, естественно, она о любви. Но мы же будем одни из первых приглашенных на пьесу. Ну, конечно, естественно, тут даже вопрос не обсуждается. Но это, наверное, будет что-то действительно оригинальное, вот на ваш взгляд. Я надеюсь, да. Судя по сценографии, которую предложил Андрей Миренков, это минский художник, он тоже давно сотрудничает с нашим театром. Судя по тому, что мы сейчас репетируем, вот, честно говоря, я тоже занят в этом спектакле. Это массовка? Главная роль у вас там? Ну, нет, ну, как... Массовки вообще не существуют. Да, если честно. Массовки нет. Каждая роль... Каждая роль... Как человек относится к вам? Ну, простите. Нет, можно вспомнить ту же Фаину Георгиевну Раневскую, которая прыгала выше всех, да, и это всегда очень ярко. А сейчас все настолько сложно, необычно. Вот чем мне нравится работа с разными режиссерами, то есть к одному привыкаешь режиссеру и как бы уже знаешь все его требования, все его пожелания. А тут новый режиссер, да, и как по-новому пристраиваешься, пытаешься понять его метод работы с тобой, с материалом. Ну, всегда получается понять режиссера? Да. Да? Ну, я... Режиссеры, это такие люди, они у каждого свое мировоззрение, у каждого своя правда. Вот в том-то и наша профессия актерская сложнее, чем у режиссера. Мы должны их все... А ваш это еще и как художественного руководителя театра? Ну, да, да. По моим личным наблюдениям, да, хорошо принимает зритель те спектакли, которые наш театр предлагает им. Вот предлагал в прошлом сезоне. Мы открыли сезон комедии «Мою жену зовут Марис». Потом у нас Федор Михайлович Достоевский, «Дядюшкин сон», Бернард Слейт, это мелодрама, Ромео Джульетта, это хроника одной вражды у нас режиссер. Вот, кстати, на «Ромео Джульетте» я бы хотел на этом спектакле, на этой премьере остановиться. Очень много шума в театральной среде надела эта постановка. И я предлагаю сейчас вот ненадолго вернуться в тот момент, посмотреть отрывки этого спектакля, а после продолжим нашу достаточно активную беседу. Хорошо. Классический шекспировский текст в оригинальной режиссерской подаче не оставит равнодушным настоящих ценителей художественного эксперимента. Режиссер спектакля Олег Молитвин отходит от традиционного восприятия триумфального произведения великого английского драматурга Уильяма Шекспира. Всем известна трогательная история «Ромео и Джульетты». Это не сказка о любви, не мелодрама, не трагедия. Это хроника одной вражды. Однако, несмотря на многочисленные сцены сражений, особая роль в спектакле все-таки отведена искреннему, чистому, глубокому и всепобеждающему чувству любви. Хроника одной вражды, потому что вся история замешана на вражде двух семей. Если бы не было этой вражды, то не было бы ничего, и этой истории бы не было. И эта вражда, она, собственно, можно сказать, что это главный герой. Через неё преломляются все события. Я для себя формулирую, что это такой гимн миру, что это всё равно песня любви, которая просто оказалась в этом страшном мире. События, отражённые в спектакле, переносят зрителя в мир, где фантастическое общество существует по своим суровым законам. Два клана, Монтеки и Капулетти, ведут между собой жестокие сражения, а юные Ромео и Джульетта остаются одни против сурового мира, в котором любовь – непозволительная роскошь. Атмосферу будущего на сцене областного драматического театра создала художник-постановщик Ольга Горячева. Зрители оценили неординарные декорации, эпатажные военные костюмы и захватывающий дух музыкальное сопровождение. История Ромео и Джульетты актуальна для всех. Ситуации семейной вражды и бесчеловечного отношения друг к другу встречаются и сегодня. Именно эти мотивы легли в основу решения спектакля. Декорации воплощают разруху, которая иногда царит в отношениях между людьми. Приделась вот эта идея, что это действительно уже такой разрушенный мир. То есть он весь построен на смерти. Ощущение вот этого постапокалипсиса, когда уже все, уже человек живет там в каких-то, я не знаю, металлических сараях, потому что уже все разрушено. И, соответственно, вот у нас такая как бы и стилистика и пошла. Давать спектакль Ромео и Джульетта в Гомельском областном драматическом театре будут и в новом театральном сезоне. Очень приятно видеть в вашем спектакле, в этом спектакле и вас на сцене с холодным оружием. Это были долгие тренировки или это... Ну, достаточно. Надо было вспомнить. Все-таки там с момента окончания театрального вуза прошло какое-то время. До этого что-то было там. Нет, мы занимались, ребята занимались. И плюс перед каждым спектаклем у нас обязательно репетиции, фехтования. Потому что там дальше сцены и Меркутца, и Ромео. То есть пришлось вспомнить и физические подготовки в том числе? Да, конечно. В любом случае, такие спектакли, они требуют и физических затрат. Кроме того, что, конечно, сложно играть трагедию. Комедию тоже тяжело, но трагедию еще больше. Но вы довольны. Я смотрю, вы сами довольны. Конечно, довольны. Но как можно быть не довольны. Вы могли говорить о том, что вот такие эпатажные постановки надо как можно чаще ставить на нашей сцене? Ну, она не эпатажная. Она просто не может быть. А другая. Она необычная, да. Я думаю, мне кажется, что нужно. Нужны все постановки. Нужны такие постановки, как «Незамужняя женщина». Потому что в нем есть тоже такая трогательность. Мне тоже очень нравится этот спектакль. В нем есть такая трогательность. Есть что-то из моих юношеских лет. И пьеса того времени. Конечно же, должны быть такие, как «Ромео Джульетта». Конечно же, должны быть такие постановки, как «Достоевский дядюшкин сон». Да, очаровательный дядюшкин сон. Но премьеры прошлого сезона, они же останутся в этом году. Конечно. Как он без них, что-то. Но этот театральный сезон вы начинаете постановкой «Театр начинается». Об этом же и громко заявлено на сайте театра. Да. Это не капустник, это вечер такой, вечер-концерт. Можно я скажу одну фразу, которая обозначена, это спектакль, во всяком случае, на «Актишем». Саша лучше, наверное, знает, я так смотрю. Все будет, как будет, ведь как-нибудь да будет. Но никогда так не было, чтобы не было никак. Это о чем? Ну, во-первых, я скажу, это цитата. Это Ярослав Гашек, похождение бравого солдата Швейка. Да, помните, у Швейка все заканчивалось хорошо, несмотря на... Да? Ну, и это такой эпиграф нашего представления. Пусть будет все. Можно ставить запятую или восклицательный знак. Как будет, что-нибудь, все будет. Понимаете? Вот, ну, не надо жить вчерашним днем, он прошел. Завтрашний день непонятен. Вот сегодня и сейчас. Это, я думаю, закон искусства, закон театра, закон, ну, ну, любой творческой профессии. Сегодня, здесь и сейчас. Вот, наверное, об этом. Что вот сегодня. Оно будет. И хорошо, я так думаю, будет. И по стилистике тоже будет соответствовать постановка? Ну, это, понимаете, это такой концерт. Там капусты, как вы сказали. Это молодые, в основном молодые творческие силы нашего театра. Там будут песни, там будут танцы. Интерактив с залом. Да, будет, будет обязательно. Будет вот, буквально сегодня я шел к вам на передачу и придумали даже конкурс новый, который войдет туда. Еще один конкурс для зрителя. Ну, я не буду выдавать всех, там будет такая лотерея для зрителей, очень интересная и посвященная зрителям. Вот, я думаю. Мы заговорили, кстати, о ваших молодых актерах. Мне так интересно, вот, как вы оцениваете молодую силу драматического театра сегодня? Она может быть лучше, интереснее, амбициознее? Расскажите. Чего лучше? Чем было? Ну, не знаю. Да, конечно, лучше. А вот ваши, ваши. Ну, я был молодой. Да, вот, допустим, молодой. Ну, конечно же, эти лучше. Конечно же, лучше. Более того, молодое поколение Гомельского областного драматического принимают участие в различных рейтингах популярности. Об этом же заявлено и на сайте театра. Да, но это было, я посмотрел специально, вспомнил. Это интернет-портал называется, да, Тутбай? Вот, на Тутбайе в начале прошлого сезона они просмотрели, значит, актеров столичных и областных театров и выбрали самых красивых актеров и самых красивых актрис. Вот наши ребята Гришечкин, Михаил и Дмитрий Байков попали в номинацию «Самые красивые артисты драматических театров». А там не только драматических, там вообще театров. Да, да. И Татьяна Кондратенко, актриса нашего театра, попала в номинацию «Самые красивые актрисы театра». Ну, остается только поздравить ребят. Ну, конечно. Ну, красивые, ну что ли. За красоту. Ну, за красоту. Позвольте ненадолго вернуться еще раз в прошлый сезон, который отметился не только премьерами, но и, скажем так, необычными представлениями, которые тоже увидели зрители. Один из ярких примеров – это музыкальный проект Светланы Ефимовой и Юрия Мартиновича, который состоялся даже не на сцене, а в холле драматического театра. Будут ли подобные перформансы от ваших актеров? Я надеюсь. За этим стоит большая возможность актеру, каждому актеру, раскрыть то, чего он еще не успел сказать в каких-то ролях, которые ему дают. Да, вот, допустим, там играет один актер, одни комедийные роли, а внутри живет, понимаете, вот такой мощный-мощный трагик, которому хочется сыграть лебединую песню Чехова, да, и, как бы, прочитать какой-то монолог. Мы не ограничиваем в каких-то рамках. Вот хочу я об этом говорить, да? Душа требует. Да, мы можем собраться здесь и сыграть спектакль на два часа. Кстати, а приходите. Да легко. А кем ты будешь? Я? Да, хоть сам-сам. Дело, 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 да, как раньше говорили. Что, говорит, для актера важно? Коврик и зритель. Как говорят, играет не костюмчик, а актерчик. Коврик и зритель. С чего начинался театр? Именно с этого. Я думаю, что, знаете, вот в те далекие времена, когда там охотились на мамонтов и жили племена такие дикие, там все равно находилось два-три человека, которые так отходили в сторону, договаривались и что-то представляли. Он давно родился на театр, это искусство. И желание что-то сказать есть у режиссера, есть у актера. Ну, а если там не хватает слов, не хватает текста в тех ролях, которые тебе дает режиссер, тогда я беру и высказываю еще отдельно. Желание открыто для всех. И я не думаю, что только для актеров нашего театра. Желание проявить себя, желание сказать что-то, о чем, ну, о чем ты не можешь молчать, облекая это в форму театра, музыкальную форму, я думаю, на это имеет право каждый. И мы готовы сотрудничать и открыть наш театр, вот именно для таких, даже не экспериментов, а это вот такая своеобразная трибуна творческого человека. Но ведь не только премьеры в нынешнем сезоне, в новом сезоне, готовят областно-драматические еще. Один проект, который, ну, скажем, претендует стать одним из главных событий мира театрального, это фестиваль «Славянская театральная встреча». Да, в этом году, в мае у нас должен состояться фестиваль. Сейчас уже идет работа, идет подготовка, ну, одно дело, что мы вот с творческой стороны думаем, как, в каких рамках он будет проходить. Ну, естественно, можно ли какими-то мыслями уже делиться? Можно, я думаю, что да, можно. У нас была предварительная договоренность, ну, естественно, будут наши давнишние друзья Сибры, это Черниговский академический театр Шевченко и Брянский театр Алексея Толстого. Это без них, ну, никак нельзя. Мы разговаривали, и кажется сейчас нам, что такое время, что, может быть, театр, театральный фестиваль, этот «Славянские встречи», может быть, у нас пройдет под таким девизом «Театр молодых для молодых». Вот, если все у нас получится, ну, это не значит, что только молодежь, да, вот постановочная группа, либо режиссер, художник, композитор, балетмейстер, это молодые представители молодой творческой части, либо это спектакль, где заняты молодые актеры. Молодежь – это тот локомотив, который сейчас тащит театр. Их желания, их творческие амбиции ведут за собой дальше. Подрастет другое поколение, придет, они пересядут из паровоза в тендер, потом в мягкий вагон и так далее. Двигает театр молодежь. Я не могу сказать, кто-то лучше, они все готовы. Но вы лепите, вы еще их лепите. Нет, вы знаете, я вот наблюдаю за ними, они все готовы. Они не сидят, не ждут, они все готовы. Вот бывает так, тебе звонят, анекдот есть старый, да, из Голливуда, приглашают на съемки, а ты говоришь, у меня елки. У меня елки, да. Или, ну, знаете, я уже так текст не могу выучить. Они готовы. Я чувствую, что вот если каждому завтра прийти и предложить роль Гамлета, предложить роль Паргюнта, то они скажут «да». А что, они могут сказать «нет»? Есть такие актеры, которые скажут «нет». Вы знаете, ну, есть такие, которые, может быть, из человеческой скромности, из-за неуверенности. Скажут «я подумаю», да? Начинают сомневаться, да. Ну, я им всегда говорю, вы говорите сразу «да», потом разберемся. Если вас пригласят в кино и спросят, а вы это сможете сделать, если вы стоять и будете думать, смогу ли я ездить на лошади или прыгать там на батуте, да, они скажут «ну ладно, пока ты думаешь, мы другого найдем». А надо говорить «да», а потом мы разберемся. Что там не подсказывает? С таким художественным режиссером, Саша, мне кажется, наши артисты будут и в кино скоро сниматься, ого-го, на главных ролях. Только начало нового сезона, уже столько тем для разговоров. Сергей, мы уверены, что в этой студии добрыми вечерами мы с вами встретимся еще не единожды в течение нового театрального сезона, а пока что приглашайте ваших зрителей к вам здесь. Я приглашаю прежде всего всех зрителей, прежде всего вас, дорогие коллеги. Приходите к нам в театр, приходите вместе с нами, переживайте, обсуждайте, помогайте. Мы открыты для диалога, мы хотим работать для вас, хотим работать ради вас. Ну, а для чего же тогда театр? Удивительный, удивительный Сергей Логутенко, художественный руководитель Гомельского областного театра, был сегодня у нас в гостях. Спасибо. Спасибо и до встречи. До встречи. А тем временем Музыкальный мир тоже готовится к открытию нового сезона. Но об этом мы поговорим со следующими нашими гостями. Не переключайтесь, скоро увидимся. Добрый вечер, Гомель, на канале Беларусь 4 продолжается. И мы приветствуем еще раз те, кто присоединился к нашей веселой, активной, творческой компании этим вечером. Сегодня мы говорим об открытии новых сезонов культурной жизни нашего города. 1 октября весь мир празднует Международный день музыки. А еще именно 1 октября Гомельская областная филармония традиционно начинает свой новый концертный сезон. Сезон необычный. 50 лет. 50 лет будет в 2017 году отмечать Гомельская областная филармония. Сегодня мы поговорим об этой замечательной, удивительной золотой дате. Ну а более подробно об этом расскажут наши гости и очаровательные дамы, которых я всегда рад видеть и на концертных площадках, и особенно в нашей студии. Это Елена Александровна Давыдовская, директор Гомельской областной филармонии. Галина Ивановна Павленок, народная артистка Республики Беларусь. Художественный руководитель Гомельской областной филармонии. И Елена Константиновна Соколова, художественный руководитель и главный дирижер камерного хора, заслуженный деятель культуры Республики Беларусь. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада видеть вас в нашей студии. Как идет подготовка к открытию нового сезона? Юбилейного. Добрый вечер. Действительно, это очень ответственное мероприятие. 50 лет. Золотой сезон. И 50 мероприятий мы планируем в этом нашем сезоне. Открытие мы будем проводить 1 числа. И не зря. В Международный день музыки. Наши коллективы, они востребованы на всех площадках. И мы знакомы с нашими 13 коллективами, которые являются гордостью нашей Гомельской областной филармонии. Мы гордимся ими. И вот эти замечательные люди, которые готовят массу сюрпризов, положительных эмоций. И, конечно же, готовы доставлять радость нашему зрителю и приносить только позитивное настроение и удовольствие. Сюрпризы ожидают наших не только, естественно, белорусов, но еще и граждан ближнего зарубежья. То есть туда тоже планируется? Конечно. У нас гастрольная деятельность выстроена так, чтобы именно 50 лет Гомельская областная филармония звучала везде. Не только в городе Гомеле и республике, но еще и за пределами и ближнего, и дальнего зарубежья. Мы подготовились, я смотрю. Мы готовимся, действительно. Но начало нового концертного сезона – это всегда праздник, и наблюдается это уже не один десяток лет. Рассказывайте, открывайте тайны. Чем же будете удивлять поклонников музыки в этом году, в юбилейный сезон? Ну, как вы уже сказали, 1 октября, в день Международного дня музыки, Гомельская филармония представит программу музыкальной шедевры. И хотим мы открыть свой юбилейный сезон в концертном зале колледжа Соколовского. И не случайно мы выбрали этот зал, потому что этот зал как бы намолен многими музыкантами. Из этих стен вышли выдающиеся наши музыкальные деятели искусства и культуры Белоруссии. Приведем пару примеров. Михаил Дриневский, Игорь Лучинок, Юрий Василевский. Значит, понимаете, музыка будет звучать у нас именно сугубо для этого зала, именно концертного зала филармонического, я подчеркиваю. И музыка будет от Моцарта до Лучинка. Ждем, приходите. 1 октября, 18.30. В преддверии нового сезона, это, безусловно, тот период, когда воспоминаются, какие же достижения остались в истории года сезона уходящего. Если брать 49 сезон, чем он запомнился? Какие гастроли, награды, достижения, премьеры, презентации? Я начну говорить об этом. Были очень яркие события в нашей филармонии. В частности, камерный хор принимал участие в великолепном хоровом вече. Что это такое? Впервые в Белоруссии, в городе Минске, впервые был этот триумф. Этот триумф хорового пения. И множество хоров, которые стояли на этом празднике и исполняли все, самое главное, одну программу. Для меня это очень важно. Потому что не каждый свою программу исполнял, а мы пели, все, все эти тысячи человек пели одну программу. Вы знаете, я думаю, что давно пора уже нам этим заняться, потому что в Прибалтике праздники песни были каждый год. Когда-то я, работая с рыбальчинкой Александром Алексеевичем, впервые с хором мы уехали на праздник песни в город Вильнюс. И меня он потряс. Потряс тем, что 30 тысяч человек пели. Вы знаете, во-первых, еще было очень... Я даже представить не могу. Да, представьте себе, что они не присутствовали на празднике, они все пели, они пели все в ходе. А дирижеров сколько? Дирижеров было, ну, не так много, может быть, 12. 12. Да, может быть, в то время. Вы знаете, еще было очень важно то, что недавно построили храм всех святых. И именно на подмостках этого, на ступенях этого храма, вот, был первое хоровое вече. Ну, вече, я хочу сказать, что это славянское слово, собрание. То есть, когда очень много собирается людей, решаются очень важные проблемы. Я думаю, что нам надо продолжать этим заниматься, потому что именно массовое искусство, это вот хоровое пение, оно очень объединяет людей. Всех людей разных специальностей. Насчет юбилея, дня рождения, как вы отпразднули? 35 лет исполнилось в прошлом году. Да, 35 лет, это, конечно, хорошая такая цифра. Вы знаете, я всегда горжусь тем, что впервые в Республике Беларусь камерный хор в Дюгоминской областной филармонии был создан. А в Минске только 10 лет спустя. Наша задача ведь очень сложная и тяжелая. Задача высокого искусства – это духовность нести. То, чего сейчас нам очень не хватает в нашей жизни. А вы считаете, нам сейчас не хватает, да? Да, я считаю, что не хватает. И прежде всего надо воспитывать молодое поколение именно вот в таком ключе, нравственном, эстетическом, и возвращать неприходящие человеческие ценности этому молодому поколению. Скажите, а почему сегодня молодое поколение так категорично отталкивает эту духовность? Знаете почему? Потому что все окружение способствует этому. Именно интернеты, именно концерты, которые проходят, понимаете, на площадках больших. Ведь это элитное искусство. Это утонченное искусство, которое возвышает человека, возвышает его душу. Духовность, именно классика. Если мы не будем знать классику, мы не можем считать себя интеллигентным человеком. Классика от слова классикус. То, что совершенство. Вот я бы хотела задать вопрос вам. Скажите, а вы считаете, в принципе, приобщиться к такой высокой духовности можно в 20 лет? Или это все-таки надо с молоком матери? Нет, я думаю, что, как говорится, такая есть пословица, красивое и прекрасное должно быть узнаваемо. Если у нас появится в стране побольше залов красивых, сейчас люди понимают, что такое красивое, что такое шикарное, что такое очень-очень... Роскошное. Роскошное, вот правильно, роскошное, да. Поэтому даже идя, может быть, на какой-то посредственный там спектакль, мы так побеседуем немножечко, да, но в красивое здание он еще раз придет, еще раз придет. На следующий спектакль, на, может, на более такой хороший спектакль. Также и концерты. Человек должен прийти в хорошем настроении, красиво одеться. Куда он должен прийти? Он должен прийти. В этом плане вот дворец Румянцевых очень хороший, он располагает. Театр наш располагает. На втором этаже у нас мы как бы работаем в музыкальном салоне. И наша филармония ищет маленькие залы, маленькие формы, любые формы, чтобы достучаться до зрителя своего. Мы в музеях выступаем, мы во дворце профсоюзов, мы во дворце железнодорожников выступаем. Там есть камерный зал, есть холлы, где могут в красоте, в картинах люди послушать музыку. Так что надо. Я предлагаю прямо сейчас, этим вечером, тоже послушать музыку, чтобы было понятно нашим телезрителям. Мы не отпускаем еще тему 35-летия камерного хора. А тем временем телеканал «Беларусь-4» посетил это мероприятие. Эти кадры есть у нас в архивах. Давайте посмотрим. Музыка 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 Прекрасное исполнение, прекрасный концерт. Надеюсь, что это как раз тот случай, когда можно было бы сказать, а давайте повторим. Да, с удовольствием. Планируете что-то подобное еще делать в новом сезоне? Вообще, вы как-то так очень скромно сказали, будет много, феерично. А что-нибудь конкретное расскажите. В ближайшее время, буквально символично, 11-го месяца, то бишь ноября, мы готовим 20-летие нашего эстрадно-симфонического оркестра. Это будет 20 лет на сцене. Наши артисты под руководством дирижера Станислава Брониславовича Шныра. Замечательный концерт, где тоже изюминка. Наши артисты подготовили совершенно новую программу. Почему она называется «Классика Нью». Сюрпризы, естественно, для тех, кто придет и будет находиться в этом зале. И шоу с феерией, и, естественно, салют, маленький такой. Естественно, красиво и замечательно. «Классика» с нашими артистами-вокалистами, а также приглашенными гостями, которых мы держим еще в тайне. Потому что осталось совсем чуть... То есть даже не расскажите нам. Конечно. Даже по секрету. Для того, чтобы вы пришли 11 ноября в концертный зал общественно-культурного центра «Ланге-17» и получили массу приятных впечатлений. Вот юбилейная программа из чего будет состоять? Все-таки за последние несколько лет эстрадно-симфоническим оркестром было создано огромное количество программ. Это и мюзиклы, это и шедевры мирового кинематографа, это и песни Высоцкого. Что войдет в юбилейную программу? Вот этот вот вопрос нам задают жители нашего города. Я думаю, что это лучше прийти в концерт. Но действительно мы удивим, действительно Станислав Брониславович готовит изюминку. Те концертные номера, которые еще наш зритель практически и не видел. Но репертуар зрителей вам не помогает подбирать вообще в принципе филармонии? Вы, скажем так, на что репертуар? Понимаете, мы же профессиональная организация. Мы знаем и чувствуем, что нужно. Мы же просветительская организация. Поэтому мы не сильно у них спрашиваем, как мы у них спросим. Но мы знаем, что вот это нужно обязательно исполнять. Вот это должно достучаться. Это развивает. Это задумывается человек. Понимаете? Поэтому мы их тут корректируем. Вот Станислав Брониславович сделал classic new. Он мне говорил, что я взял классические произведения. Они могут быть узнаваемы. Но и вместе с тем неузнаваемы. Потому что они будут сделать в эстрадно-джазовой обработке. Так что вот эти сюрпризы. Вот может быть таким образом мы можем тоже приобщать людей к классической музыке. Это очень хорошая форма. Поэтому сразу, понимаете, чтобы обрушилась такая серьезная музыка на человека, она может отторгнуть. А вот такими малыми формами, вот такими интерпретациями. Не спеша. Да, да. Это дает свои плоды. Наши залы не пустуют. А вы, в принципе, согласны, что к такой музыке не все готовы? И, может быть, ваш зритель, ваш слушатель, это не каждый второй даже? Дело не в этом, что он готов. Мы его должны сделать всегда готов. Ой, Алина, я вас люблю не только слушать. Как вы говорите. Потому что вот он пришел на концерт. Во-первых, представляется программа. Есть вот камерный хор, допустим, или там пианист, или я. Ну, мы выкладываем всю душу для того, чтобы достучаться. И в конце, когда мы слышим такие бурные аплодисменты, мы говорим, а где вы раньше были? Теперь мы были, и так далее. Это не то, что там оно прекрасно на душе. Да, это прекрасно на душе. Но мы знаем, что мы правильно делаем все. Все правильно. И люди, которые, ну, извините, вот я езжу в троллейбусе на улице, со мной здороваются. Ну, я не всех знаю. Ну, здрасте, конечно, обязательно. Значит, где-то они уже видели меня неоднократно. И так же и хор, и так же и эстрадный оркестр. В общем, у нас, конечно, силы не такие огромные, как в других филармониях огромных. Но то, что мы делаем, я должна подчеркнуть, что наши все артисты имеют звание. Все, кто выходит на сцену и называется артистом Гомельской областной филармонии, это люди со званием. Начиная от дипломантов международных конкурсов, лауреаты, заслуженные, обладатели народные. Вот кого вы видите на афише, там не будет просто фамилия, там обязательно будет звание. Мы этим гордимся. Ну, наверное, 50 лет истории филармонии доказали, что вы сделали очень многое. Ваша организация, наши артисты. Музыка сегодня действительно вышла на новый уровень. И духовность, надеюсь, тоже. Скажите, вот в 50 лет это вообще, как вы считаете, большой такой промежуток для того, чтобы формировать духовность какой-то нации? Это достаточно период такой большой. Я с вами вполне согласна. В 50 лет нашей филармонии был разный. Расскажите. Начиная от становления, как она открылась, это не так, как, например, в других городах. А ведомо, да, нам надо открыть филармонию, так даем здание, даем базу, даем все. У нас немножко все по-другому было. У нас открылась филармония, она очень трудно создавалась. Становление очень трудно шло. Вот, понимаете? А что, не было артистов? Нет, были артисты, но были артисты со средним образованием. Филармония предполагает только высшее образование и консерватория, как по большому счету. Но вместе с тем наша филармония все равно, она не то что выстояла, она как-то поднялась. Именно вот что я говорю, что лауреаты все у нас, все это все люди с высшим образованием. Это не просто закончили там что-то такое, между прочим. Это все, почему зря лауреатство не дается, это раз. И во-вторых, они все представляют деятелей культуры, искусства. То, что они исполняют. На вас смотрю, не могу насмотреться, даже представить не могу, сколько событий в вашей жизни было, связанных с работой. Мне кажется, это не работа, это ваш образ жизни. Да. Вы это называете, наверное, большая музыка. Есть такое вообще понятие, большая музыка? Конечно, конечно. В принципе, это большая мода, большая музыка. Наверное, это то, чем вы занимаетесь. Спасибо. Спасибо и вам. Ну вот, возвращаясь к 50-летию, чем будете удивлять в новом сезоне? О двух событиях мы уже поговорили. Это непосредственно 1 октября и 11 октября. Они не собираются раскрывать карты, ты не заметила? Они создают интригу на каждом мероприятии. Ну, мы-то для чего здесь существуем? Для того, чтобы хоть немножко приоткрыть этот интригующий занавес. 50 мероприятий. Одно из них, я вам уже рассказала, оно символично 11 ноября. Хорошо. И каждое мероприятие, оно тоже будет символично в каждом ракурсе. И мы будем анонсировать по мере поступления заявок и наших зрителей. Не могу обойти страну. А также у нас будет много и конкурсов обозначено, которые наши жители смогут принимать активное участие и получать призы и награды от Гомельской областной филармонии. Вот почему цифра символична. Еще один момент, который нам наши зрители просто не простят. Новый концертный сезон. Горожане, жители, гости нашего города привыкли, что к нам огромное количество звезд с экрана едет. Какие-то популярные, знаменитые артисты и коллективы. Кого ожидать в этом году? Кто ступит на Гомельскую сцену? Кому будет рукоплескать зал? Радистры уже пороги обивают. Директор будет отбирать. Такой большой... Да, не просто так, понимаете. Сейчас сказать, что вот этот... Все может измениться. Желающих приехать к нам много. Предложение есть. Публика наша с удовольствием принимает именитых гостей. Вы знаете, я сегодня с вами побеседовала. Саша, наверное, согласится. Я спокойна за нашу филармонию, за подрастающее поколение, за нашу духовность. Я думаю, что да, нам надо приобщаться. Поэтому, если вы позволите, я хочу пригласить всех на концертный сезон Гомельской областной филармонии. Спасибо вам. 1 октября открытие. Обязательно ждите нас в гости. И огромное спасибо, что вы у нас есть. И за то, что пришли к нам этим вечером рассказать о начале юбилейного сезона в Гомельской областной филармонии. Дорогие друзья, это была программа «Добрый вечер». Сегодня мы говорили о музыке, о культуре, о любви. У нас были замечательные гости. Мы очень надеемся, что вы за этот час стали немножечко счастливее. Не забывайте заходить на наш интернет-портал tvrgomel.by, а также ищите нас в популярных соцсетях, следите за нашими новостями. Ну и, конечно же, завтра будет новый вечер, он, безусловно, будет добрым. Смотрите телеканал «Беларусь-4 Гомель». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова